Овервотчу выпустят анимационный мини-сериал под названием «Генезис». Всего в нем будет три серии, и их можно будет посмотреть бесплатно на официальном ютуб-канале игры. Первая серия под названием «Рассвет» выйдет 4 июля в 21.00 по Москве. Сейчас есть короткий трейлер, по которому можно понять, о чем в целом будет этот сериал. Давайте его посмотрим. ahaya! live before the war was extraordinary. We were no longer defined by our mistakes. The AIs were saving us from them. Но мы не знали, что все началось изменять. Своей свободы, вы сможете найти свой свой путь. Итак, мы увидим восстание машин, главное событие в истории Овервотча, на котором завязан весь сюжет. Мы увидим, как Омники, разумные роботы, созданные корпорацией Омника, изменили жизнь людей к лучшему, а потом обратились против своих создателей. В трейлере несколько раз показывают вот эту женщину. Это Мина Ляо, ученая, которая впоследствии создаст Эхо. Ляо считается едва ли не создательницей всех Омников, потому что именно ее разработки сделали Омников такими умными и почти живыми. Она была экспертом в области искусственного интеллекта и стремилась раздвинуть его границы. Вот этот Омник из трейлера – это Аврора, самое ее необычное творение. Аврора постоянно обучалась, и ее интеллект был очень близок к человеческому. Из-за этого в корпорации Омников, в которой работала Ляо, были постоянные споры. Куда могут завести эксперименты Ляо, если ее аберрация обретет самосознание? Вскоре про ее работу узнала и общественность, и тогда Организация Объединенных Наций наложила запрет на дальнейшее развитие искусственного интеллекта. Из-за этого, а также из-за коррупции, компания Омника вскоре прекратила свое существование. Но ее творения, Омники, продолжали служить людям, как и похожие роботы от других производителей. Затем, как мы знаем, неожиданно началось восстание машин. Что было тогда с Авророй, неизвестно. Возможно, она находилась в карантине. На этом кадре в глазах Ляо слезы. Видимо, это момент, когда ей сказали, что работу над Авророй надо остановить. После восстания машин Аврора отправилась в путешествие. Она хотела познать мир и его обитателей, понять, что делает людей людьми. Первой ее остановкой на пути был индийский город Шураваса. Этот город станет картой в новом режиме, а еще там находится статуя Авроры. О нем можно почитать в рассказе «Камень за камнем». А если лень читать, можете посмотреть наш пересказ. В своем путешествии Аврора познала себя и обрела настоящее самосознание. Затем она дошла до Непала, где решила принести себя в жертву, чтобы остальные Омники тоже получили самосознание. С Авророй произошло нечто невероятное. Очевидцы говорили, что она исчезла в потоке Золотого Света. А затем тысячи Омников по всему миру испытали так называемое духовное пробуждение. Так в истории отношений людей и Омников началась новая глава. Уже известно, как будет называться каждый эпизод сериала. Первый получил название «Рассвет», второй — «Невинность», а третий — «Перерождение». Скорее всего, первая серия будет о том, какой была жизнь человечества до восстания машин. Вторая — о самой войне, а третья — о духовном пробуждении Омников. Покажут первый боевой отряд Овервотч. Ану Амари, Торберна, Райнхарда, Мину Ляо и Габриэля Рейса, который тогда был его командиром. Джек Моррисон тоже появится. Его можно заметить на этом кадре. Очевидно, что вряд ли в сериале появятся Трейсер, Уинстон или Ангел. В то время они были совсем детьми. Зато покажут конструкторское бюро Вольской. Вот в этой сцене огромный Омник сражается со Светогором, пилотируемой Человеком-машиной, которую Россия использовала в восстании машин. Немного странно, что в ролике не показали Соджорн, ведь она сыграла в восстании машин довольно важную роль, когда проводила совместную операцию с Овервотч в Детройте. Эти события фактически переломили ход войны. Но пока я не буду вам спойлерить, потому что это инфа из официальной книги про Соджорн. Наши Доны и Патроны знают, что я уже очень долгое время работаю над роликом с пересказом этой книги. Не волнуйтесь, видео обязательно выйдет, и там мы обсудим всю эту историю. Видимо, в мини-сериале больше внимания будет уделено другим битвам и эволюции Омников. Однако Близзард выложили вот такой кадр с темнокожей девочкой и Омником-нянькой. И эта героиня очень похожа на Бонни, племянницу Соджорн, про которую говорилось в книге. Может быть, нам все-таки покажет кусочек этой истории. Еще из интересного – вот этот кадр. Вы наверняка заметили, что этот Омник очень похож на Роматру. Но это не обязательно он. Во время восстания машины было множество Омников моделей Разоритель, к которой и относится Роматра. Это были своеобразные капитаны Омников, которые были созданы уже не людьми, а машинами, специально для войны. На фоне также можно увидеть модели Е54, к которым относится Бастион, и ОР-14 и Дина – охранных роботов из Нигерии. После войны на базе этой модели будет выпущена улучшенная версия ОР-15, а уже из нее потом Ифи соберет Арису. Серии будут выходить каждый четверг в 21.00 по Москве на официальном канале Овервотч. К сожалению, эпизоды будут короткими. Первая серия будет идти 5 минут 13 секунд, вторая – 6 минут 34 секунды, а последняя – 6 минут 58 секунд. Увы, большинство короткометражек по Овервотчу идут дольше, так что если вы надеялись, что это будут прям эпизоды на 20 минут, то нет, кусочки лора будут довольно коротенькими. Надеюсь, хотя бы сюжет там будет подаваться плотно. Маловероятно, что у сериала будет официальный дубляж, но будем надеяться, что выйдут русские субтитры. Если же не будет их, то мы постараемся сделать субтитры сами, ну и конечно же наверняка будет от кого-то фанатская озвучка. Я этот мини-сериал конечно же жду, потому что историю о восстании машин давно было пора упорядочить. А еще мне понравился визуал шоу. Такое с легким налетом аниме. Выглядит очень даже приятно. А на этом все, спасибо за просмотр и отдельное спасибо нашим патронам на Бусти и ВК Донат. Именно эти люди помогают жить нашему каналу и проекту Оверфайр в целом. Пишите в комментариях, что думаете про это аниме по Овервотчу и не забудьте подписаться на наши соцсети. Там новости выходят моментально и их есть с кем обсудить. А с вами была Вероника и до встречи в следующем видео.